это интервью было бы невозможно без наших партнеров компании имшоп ребята делают лучшие мобильные приложения для ритейла быстро эффективно омниканальной с программой лояльности я сам с ним работал и очень рекомендую обратить внимание если вы еще не запустили мобильное приложение или устали от дорогой и бестолковой разработки имшоп . ай о компания далее лучшая курьерская доставка для интернет-магазинов ребята делают крутой сервис на уровне 98 процентов доставляемости в срок и поддерживают все омниканальные сценарии них работают самые улыбчивые курьеры имел опыт работы с ними на проекте и подтверждаю качество друзья всем привет и добро пожаловать на канал digital voice меня зовут филипп лапковский я ведущий этого канала и сегодня у нас в гостях не поверите иван боровиков кофаундер какой компании вы думаете а вот не угадали компании маэстро я иван привет да привет я правильно сказал компанию этого название есть небольшой трик потому что все немножечко по-разному произносит но мы в общем договорились и похоже что в штатах общепринятое произношение все-таки мейстро мейстро ну в общем да мы будем попытаемся использовать оба вида произношения и правильное на английском и в общем то как вас будут читать все кто будут смотреть этот канал маэстро.io слушай расскажи пожалуйста где ты сейчас ну и по и почему как там оказался я в бостоне я сюда переехал в прошлом году в августе по моему это была часть долгосрочного стратегического плана майнбокса тогда еще как бы там у нас были несколько платежих клиентов штатах было несколько платежих клиентов европе было полное понимание что наверное мы сможем найти нишу для нашего продукта до майнбокса здесь сша потом случилось опаньки да соответственно план у меня из переехать потестить поменялся в то что мы по сути разделили два бизнеса наш американский продукт который называется мейстро он стал в общем то отдельным и я сейчас здесь занимаюсь тем что по сути его запускаю вместе с частью команды из кофаундера саши горник что касается бизнеса в россии поменялось ли что то может быть ну там клиенты наверняка было много клиентов которые там были западные компании вообще изменился как пул клиентов скорее нет ну то есть российская компания она была на самом деле уже самоуправляемая несколько лет саши горник акси у русского майнбокс он очень активно тащил компания сторону самоуправления по факту она вот на момент когда случилось это разделение она уже была вполне себе полноценно самоуправляемой такая холократия круги там публичное принятие решений там и соответственно выросла целая прияда менеджеров которые в общем то самостоятельно компанию тащит может быть даже лучше чем это происходило тогда когда мы сашей были у руля там или саша вот то есть там все хорошо с точки зрения клиентов ну сейчас по факту мы разделили эти бизнесы на вот типа ориентированные на западную европу и сша в первую очередь сша и там россии там дружественные стран россии мы вышли из управления русского майнбокса сфокусировались больше на западный на западный рынок соответственно там у нас те клиенты которые были частью западной версии майнбокс они сейчас с нами вот и соответственно новые клиенты у нас приходят в эту структуру а русский майнбокс это изолированная компания ну для россии снг и так далее слушай а расскажи про просто про эту ситуацию на рынке америки тогда то есть если у вас там уже были клиенты понятно что вам наверное было проще зайти на рынок был некий такой в общем какой-то старт или 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 нет или прям вообще все с нуля вот про этот момент когда ты уже такой все туда переехал чтобы там развивать бизнес тут история в том что случайные клиенты и но некий системный циклический и предсказуемый процесс подаж это разные то есть клиенты которые у нас были сша да конечно это были чисто американские компании которые там работают на американский рынок в основном с русскими фаундерами то есть которые как бы на пиле опыт работа как оно в основном если честно и бывает я сколько не общаюсь сервисами это либо российские какие-то компании до которые уехали либо это какие-то фаундерами отечественные это клевая история но не масштабируемые собственно говоря задача была научиться но найти рынок для ну majority местного там понять кому больше всего будем полезны и научиться собственно продавать американцам или самостоятельно или с помощью найма местной команды но вот я сюда в августе переехал грубо говоря посадом в первом квартале этого года у нас уже было там типа 10 или 11 новых клиентов сша ну платящих как бы нормальных и мы начали потихонечку идти оптом маркет кажется нашли прям идеально для для нас нишу и вот сейчас как бы там начинаем потихонечку развиваться то есть все хорошо в россии ваш клиент довольно ну разнообразные у вас и ритейл и там и фудовый ритейл и фэшн и кто угодно а вот в америке какую нишу получилось найти и отличается ли как-то клиент ну смотри мы на самом деле сделали отчасти немножечко такой прыжок веры да потому что ну правда там в россии у нас были клиенты примерно из всех отраслей но в сша так не работает потому что это невозможно здесь разные интеграции разные терминологии по разным устроены компании и как бы ну просто ты будешь получать рандомные результаты если будет будет по всем индустриям и мы начали с и коммерс как типа с нашей с нашего понимания самых бодрых компаний сначала маленьких потом перешли в мид маркетом да потом выяснилось что и коммерс это не только не просто ритейла есть еще детей си бренды которые продают там напрямую как бы да это отдельная категория там с отдельными историями последняя версия нашего идеального рынка это мид маркет и коммерс или умничайнов компании мид маркет мы смотрим в основном по двум критериям во первых это только битуси второе мы смотрим выручку и третье мы смотрим размер отдела маркетинга потому что даже мид сайз компании бывает так что у них там льви на долю маркетинга аутсорсе и вот в этой ситуации донести пользу бывает довольно сложно ну то есть индустрия не важна это может быть и фэшн и продукты чугу пока так возможно мы еще дополнительно немножечко где-то срежем эту историю но пока так в чем отличие вот как бы захода в компанию и выхода на компанию в россии и в сша но это в россии в майнбокс это бренд уже сам по себе это имя которому доверяют если вот убрать сложность вот это где а майнбокс конечно знаем а там пока еще наверное этого нету с августа в америке в чем основная сложность и отличие введения вот этих переговоров она она просто все другое да то есть она ты по-другому знакомишься с людьми они от тебя ожидают другой самой презентации они от тебя ждать за другого рассказа про там про продукт провел и пропозицию там типа в чем пользу да у тебя по-другому принимаются решения наш продуктовый пич мы переделывали за за год считай ну раз 7 наверное но 5 точно может может быть больше то есть как бы можно другое обращать внимание в cdp сейчас мы бы отдельно поговорим значит в этом интервью сразу говорю чуть дальше будет часть в рамках которой я помучу естественно ивану на тему того что такое cdp чем отличается от crm вообще какие лучшие практики в этом то есть мы не только будем про бизнес-девелопмент майнбокса в сша говорить расскажи пожалуйста если говорить про мне то какой запрос но от cdp в основном запрос это соберите мне данные сегментируйте мне их там сделать прямую коммуникацию какую-то неужели у американцев он какой-то другой другой и на самом деле здесь вот что я сейчас вижу компании ну как бы принятие решений в компании сильно более разрознена что ли я так сказал то есть грубо говоря вот мы привыкли что у нас там есть маркетинг какой-то в россии там да он ретеншн занимается acquisition и cdp выбирает там какие-то модели считают вообще не так то есть cdp в сша это технический термин айтишный да и cdp покупают условно аналитики которым надо как там данные централизовать или там отчетики строить или айтишники которым у которых там болит какая-то поддержка там и которые этим не хотят больше заниматься одно из ключевых отличий от россии то что cdp здесь не покупать маркетинг ну почти никогда то есть конечно же есть исключение но в основном когда ты говоришь cdp маркетинг такое типа ну это что-то айтишное к аналитикам это не к нам нам это не надо ну там типа 90 процентов случаев да и собственно поэтому позиционировать себя как cdp это попадать вот как бы в лапки цепким айтишником которым не обязательно важны твои конкурентные преимущества вот маркетинг не эти мысли термином cdp в целом вообще здесь очень другое отношение к маркетингу к персонализации к выбору технологий это может прозвучать грубо но я бы сказал что это чем-то напоминает то что происходило в россии там типа в 2013 году 2015 может быть компании относятся к всяким маркетинг-автомейшн штукам как типа ну были такие браслеты вот я не помню как каждый из них собирал себе любимую коллекцию там рюшечек там по-моему это пандора что ли делала там да какая клевая штука она умеет показывать один поп-ап там спрашивать номер телефона надо купить какая клевая штука она умеет отправлять e-mail когда товар обратно появляется стоке над купить какая клевая штука она умеет пройти смс-ку людям которые забыли там завалить товар от купить и в итоге 20 маркетинговых технологий вот история которой все упарывались россии типа оптимизация там выстраивание покупательского пути какие-то там и исключить там чтобы там быть компании друг другу там оверлепили там так далее то есть такого почти нет я купил ну вот она работает и там фокус например гима маркетологов он типа а как нам сделать креативнее балк балк рассылки типа рассылки по всей базе и ты спрашиваешь ребята вот чем не хватает чтобы там не знаю там эффективность вашего email маркетинг нам нужно еще людей там типа пару дизайнеров там пару копирайтеров чтобы там вообще всем глаза вырвать там таким креативом чтобы все круто и она при этом работает да то есть работает она видимо на объеме просто да потому что такое об оборот что она как бы все и так работа ну и да и нет с таким но достаточно простым подходом к маркетингу и персонализации соответственно люди которые оценивают эффективность своих каналов инструментов они смотрят на там дашборды в основном решение которые не купили да и там ну то есть ты легко например можешь встретить что-то там не знаю какой-нибудь и коммерс директор там рибака да считает что 40 процентов выручки не геет поп-апчик на сайте который там спрашивает телефон потом отправляет там смс-ку с промо-кодом типа 40 процентов выручки потому что такую pdf-ку прислали в pdf-ке было написано ну в упрощенном виде да то есть там понятно что есть какая-то rational за этим все остальное но в целом оно пока очень такое разрозненное и скорее так я бы знаешь так сказал что это потребительское отношение технологии теперь что-то накупил пусть он там работает вот кто бы мог подумать да заголовок нашего сегодняшнего видео выясняется что американский рынок в общем это российский рынок диджитал маркетинга образца 2000 десятых годов ну да с тем наверно может быть исключением что там действительно очень сильно париться про тем тему типа креатива там хорошего контента правильных акций там попадание в аудиторию чтобы там люди правильно позвались до выстраивания идеального покупательского пути там консистентности или там вот типа то что называем маркетинг автомейшн там типа большом масштабе этим до этого нам еще надо будет дойти скоро означает ли это что вам будет легко и просто бороться с такими большими ребятами как какой-нибудь селс-форс или ну там кто еще есть из крупных которые делают вроде серымки сиди пишки делать и пользоваться это разные вещи и я думаю что проблема не в том чтобы побороть селс-форс а скорее всего там я бы я всячески попытаюсь избежать ситуации когда нужно будет бороть селс-форс я думаю что это вообще невозможно а в том чтобы на первое найти нишу где потребность в автоматизации в том как бы автоматизации то как мы видим она максимально это раз и второе дифференцироваться от других решений я думаю что такая ниша она есть да то есть она как раз где-то между условным селс-форсом и там снизу условно есть такое очень распространенное решение ребятки на ipo вышли клэйвио может быть их слышал вот и по сути это такой вот мидсайз и коммерс где там маленькие слишком маленькие большие слишком большие как и кажется что вот как раз именно в этом сегменте и назревает вот эта вот потребность заняться оптимизации маркетинга они правда не называют оптимизации оптимизация . скучно как бы не секси никто никто это делать не хочет речь идет про типа маржинс как как маржинальность бизнеса увеличить а маржинальность равно эффективность эффективность равно значит нужно там лишнее убрать как бы использовать существующие ресурсы добро пожаловать мастера ну да 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 интересно мне то есть ты видишь тренд на то что больше не про захват рынка становится разговора да смотри он все еще про growth да то есть и вообще это очень интересное отличие майнсет в штатах вот growth это то на чем все сфокусированы даже условиях там если тянет денег венчурных как ты как-то можешь перерасти там как как-нибудь где-нибудь перерастит а и по сути как бы у тебя цель growth она может не поменяться на другой взгляд у тебя ресурсов на достижение цели может быть меньше и вот этот тот самый соус когда включается эффективность ну потому что условные теме сайс бренды среднего размера бренда про которые ты говоришь это наверное d2c бренды бум которых был в основном связан с инвестиционными деньгами ну а эти инвестиционные деньги как мы знаем в общем ну потихоньку достигают да да и сейчас под такой практически невозможно поднять и как бы народ с одной стороны держаться все еще в голове цели там про прогулок они резко резко перестраиваться в то чтобы быть про у них там понятно что отличается бизнес модель на сцену все одно и то же кинескоп сервис для роста конверсии в карточках товара и вовлеченности пользователей через видео механики поведенческая аналитика seo оптимизация в плеере и другие инструменты подробности по ссылке в описании кинескоп точка йо слышу не можете определиться с выбором digital подрядчика рейтинг рунета лучшее место для выбора есть рейтинг под все популярные услуги куча фильтров позволяющих выбрать подрядчика по цене опыту отзывом рейтинг рунета точка ру ссылка в описании насколько ты встречался с тем что в америке тяжело или не тяжело развивать бизнес российскому собственникам или собственнику с российскими корнями я не вижу каких-то прям проблем конкретных связанных именно с российскими там корнями да вот нет такого штамб русский значит я с тобой работать не буду или там ты не русский да или ты украинец вообще очень интересно так что бостоне есть очень большое со сайте на русская только она не называет тебя русским она за себя русскоговорящим потому что все перемешки и бессмысленно говорить это русский не русский язык проблема скорее заключается в том что культурный код и особенности коммуникации у американцев очень сильно отличаются от того к чему привыкли поэтому грубо говоря для того чтобы стать для американца своим и условно поддерживать small talk и там неформальный разговор на нескольких одновременно уровнях и хорошо понимать это нужно несколько лет здесь пожить и соответственно если тебя так такого скилла нет тебе очень сложно достичь взаимопонимания конверсия тебя по сути будет ниже и проблема на самом деле в этом и она никак не связана с русскостью она связана просто с тем что тут просто совсем другая культура совсем да изнитуешь по-другому value другие там люди говорят полномеками которые для них очевидно для тебя вообще непонятны там да вот именно про такие скиллы а так я не вижу никаких проблем ты в одной из запрещенной в россии соцсети недавно постил хороший пост про книжку которая называется culture map всем кто как-то так или иначе ну мало ли вдруг вы еще работаете с какими-то западными компаниями или партнерами или вообще с кем-то на самом деле это касается не только западных это может касаться самых разных стран в китае вот тоже и вообще азиатские страны тоже очень контрастный яркий сам себе пример в общем книжка culture map культурная карта я не знаю как она переведена на русский язык но вот в одинале culture map очень рекомендую иван про нее писал классный пост да и это прям очень важная штука то есть не уловив эти нюансы ты не воспринимешь обратную связь ничего не поменяешь а вот ну как бы нюансы они прям катастрофически важны это та причина на самом деле одна из таких причин почему достаточно быстро типа уже в мае этого года я пришел к выводу что мне изначально была какая гипотеза founder sales там типа я все знаю я все умею и мне лучше всего там давать обратную связь поэтому я попродавал посмотрел на результаты окей я все понял надо нанимать американцы короче а ты слушай команду которая у вас там занимается развитием бизнеса вы наняли на месте у нас у нас мы начали нанимать формально мы их оформили как контракторов но фактически у нас был сейчас работают два человека продажах американцы там да человек из тексаса из тексаса и еще одна там девушка которая по сути работает в роли аккаунт экзекутив извините вот и они по сути занимаются продажами да и мы мы потихонечку потихонечку их учим продукту учим там всем остальному а они это наши знания перекладывают на язык и форму коммуникации понятно американца и кажется что она прям хорошо начинает ехать то есть но вот из этого собственно рождается вопрос нас слушают разные предприниматели разные значит сервисы в россии наверное тот период когда все более активно думали на тему того что завтра нужно открывать значит европейскую американскую ложку или какую-то любую заграничную ложку он более-менее миновал но в целом если ты говоришь что такие реквизиты рынок на уровне десятых годов при этом деньги на рынке очевидно есть ну и нету стигмы никакой связаны с тем что значит там российский фаундер и все такое означает ли это что в общем зеленый свет для того чтобы не российским каким-то айси стартапом пытаться выходить на рынок америки и европы или это в общем все таки затея такая не для слабонервных это не для слабонервных но по крайней мере для меня да потому что ну я немножечко отвык быть в роли стартапе разгоряющим задом а как будто оно по факту сложным местами это же идет в комплекте с целой пачкой там истории то есть сейчас уже нельзя никак сидеть на двух стульях то есть грубо говоря если ты переживешь там не переехав сша ты не сможешь нормально получать обратную связь или там будешь получать большую задержку искажениями и прочим 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 замедлишь удорожишь себе выход или там повысишь его риски а если ты переехал ты как у тебя миллиард ограничений в россии там да и соответственно ты можешь поддерживать российский бизнес и так далее то собственно почему все это пришлось разделять и соответственно я бы в штаты выходить стал выходить только понимая что у тебя есть там типа два-три года runway потому что это вот ровно столько сколько потребуется там типа год первый немножечко охренеть от приезда там прийти в себя начать это смысленно работать и два года на то чтобы поработать как следует потому что был your proposition сегмент вокабуляр польза способ продажи будет полностью отличаться от того что дело в россии и это там потребует очень ну болезненной рефлексии перестройки всего ну то есть да даже должен быть какой-то задел для того чтобы это можно было задел и продуктовый и финансовый ну и на самом деле ментальный потому что но переезд как бы это ну ну совсем но непростая штука даже постом слушай а помимо мы просто говорим про сша может сложиться впечатление что других рынков никаких не существует вашей стратегии международной экспансии существует какая-то экспансия может быть там в ластинскую америку скажем так что конкретного следующего шага и там даты у нас пока нет да у нас есть там кусочек команд двое человек на самом деле которые потихонечку тестируют разные другие рынки в основном англоговорящие да то есть западная европа великобритания австралия как странно кстати австралии буквально там на прошлой неделе наш и из которых работы поставил русский парень он рассказывал что в австралии не очень прикольно потому что до австралийцев с учетом временных и там где ограничение мало кто там дотягивается вы так не такой заспамленный они вообще очень рады как бы новым людям технологии поговорить так что бог его знает на самом деле стратегия простая то есть мы Если у тебя получается успех в США, который можно показать, ты можешь приходить в Западную Европу и, может быть, и не спинка двери открывает, но, по крайней мере, с очень большим, так сказать, вниманием тебя послушают и, как бы, совсем-совсем другой уровень доверия будет. Это то, что я вижу сейчас. Ну, и, соответственно, США для нас оптимальный рынок, потому что, ну, по сути, наш продукт нужен B2C-компаниям, которые столкнутся с тяжелейшей конкуренцией, да, и которые готовы инвестировать много средств в сложный маркетинг, да, и, ну, например, очевидно, не про Бразилию сейчас там, да, мягко говоря, не такая ситуация. Для нас это такие развитые рынки, на которых возможно долгосрочное планирование и где есть смысл инвестировать в сложный маркетинг. Это США, Европа, Великобритания и остались, судя по всему. Твоя оценка российского рынка, ну, такая уже, честная. Рынок пришел к сложному маркетингу, потому что действительно конкурентная ситуация такая, или почему, или потому что так копали, или вот... Я на самом иногда пытаюсь объяснить для себя это, потому что, кажется, если бы не было маркетплейсов, то это вроде как было бы оправдано, ну, потому что все борются друг с другом, и вообще надо B2C-каналы выстраивать, но у нас же есть и ответ на это тоже, есть же и маркетплейсы тоже. Да, ну, смотри, я думаю, что он эволюционно развивался, и на самом деле много компаний, ну, там, не знаю, мы, там, коллеги из Retail Rockets и все остальные, как бы много вкладывали в обучение рынка, рассказывали, как бы, ребята, вот скоро там бизнес-модель, где у вас сходится экономика на первом заказе, она закончится, надо что-то будет делать. И мы там, да, там миллион факторов, которые на это повлияли, но по факту мы как бы там, собственно, компании начинают инвестировать потихонечку в персонализацию или там CRM-маркетинг, как это называть. Плюс, смотри, есть еще такая штука, что маркетплейсы, особенно инвестиционные, они же не могут быть инвестиционными вечно, и они сейчас как бы получат какую-то дольку рынка, да, и начнут потихонечку выкручивать руки. Комиссия, там, Retail as Media, всякие рекламные там истории, что, например, делает сейчас Amazon в США, да? Российские маркетплейсы примерно в 24-м, они уже начали. Да, и как бы что происходит, но рынок, он штука динамичная, если останется рынок как таковой, то появится какой-нибудь аналог Shopify, то, что происходит в США. У тебя от Amazon все резко стали несчастны, когда Amazon перестал деньги инвестировать, начал зарабатывать. То есть, пивился Shopify, который взлетел ракетой, как бы, да, и вот сейчас, по сути, все маленькие D2C бренды уходят на Shopify, строят свои там магазины там, пытаются там работать с покупателем на прямую. Вот, как бы, почему нет. Интересно, потому что получается, что если в плане маркетинга-автоматизации американский рынок в районе десятых годов, то в плане вот этого вот перехода от маркетплейса в сторону D2C бизнеса, он как раз Россию обгоняет, и это как раз вот то будущее, в которое мы можем поглядеться. Поэтому вот я и говорю, что американский рынок, его нельзя назвать отсталым или там, идущий впереди планеты России, он очень друг, он просто другой. Вот, да, вот у тебя там, может быть, 40 метрик для оценки его состояния, и они все будут отличаться от российского, и очень сложно дать какую-то обобщающую характеристику. Слушай, скажи мне, а вот по поводу Shopify понятно, по поводу, хотя Shopify на самом деле это тоже такой маркетплейс D2C брендов, потому что, ну, они все-таки пользуются платформенностью, они пользуются вот этим объединением в рамках Shopify, у них есть эта общая интеграция, и там есть свои фишки, связанные с тем, почему Shopify, а не какое-то другое, там, не другая CMS какая-нибудь условная или там Headless. Если много людей продают на маркетплейсах, Китай – это самый критичный вариант, где вообще нет смысла открывать собственные D2C, только через Tmall там и прочих, ну, или там, например, да, Америка, где действительно там на Shopify много открывают. Вот если смотреть там на российский рынок, потому что аудитория у нас в основном российская, все больше и больше людей покупают через Wildberries. Да, может быть, они первый раз купят у вас на D2C просто, чтобы познакомиться с брендом, а потом найдут это на Ozone или на Wildberries, там доставочка, там бонусики, там, значит, WZ-шечка и все такое прочее. А персональных данных-то не будет. Персональные данные все у Wildberries и у Ozone, а я сколько не общаюсь, ну, и вот коллеги по цеху, кто тоже интервью берут, сколько мы не спрашиваем маркетплейсов, вечно ответ, ну, не, пока мы как Tmall не планируем, пока мы, пока себе оставим данные. Ну, смотри, здесь ровно такая же проблема с Amazon, и на самом деле оно привело к тому, что мерчанты стараются всеми мысленными способами уйти от Amazon и заполучить персональные данные покупателей. Поэтому ты примерно везде видишь, ну, то есть на любом D2C-сайте, в любой D2C-посилочке, которую ты получил с Amazon, ты увидишь, там, ну, где-то возможно, увидишь, там, гифт-карту, находит, там, минус 15%, типа, оставьте данные, идите туда, да, потому что эти, торговать с тобой, там, дав тебе минус 15% от цены, это сильный выгоднее, чем продавать тебе чему-то из Amazon. И, как бы, то, что мы здесь видим, это прям тенденция, тенденция большая, да. Я проинвестировал в одну небольшую икону с компанией, ну, в том числе для того, чтобы лучше разобраться изнутри, как это работает. Они уже начали воспринимать Amazon как вспомогательный канал. One-man store. Переведи для нас, сейчас у людей сломался аппарат. Компания об одном человеке, то есть такой дядька лет 65, там, значит, у него там один сотрудник есть, небольшую зарплату, и он продает очки, очки клевые, реально клевые, то есть. И он смотрит как-то, типа, у него его D2C, его бренд, его, там, отличительные черты его бренда, это самая важная штука, и у него, там, типа, маржа идет, в основном, оттуда. Amazon, он воспринимает как вспомогательный канал, куда, там, можно слить, там, с большими скидками какую-нибудь хрень, которая, там, настолько хваляется, там, ему мешает. И вот, я думаю, очень похоже на то, что это тренд. Такой локальный магазинчик, магазинчик, где ты знаешь собственника, и что ты хочешь покупать у него, потому что ты знаешь, у кого ты покупаешь. Потому что это не бездушная огромная корпорация, потому что это бренд, у него есть какие-то values, он их как-то коммуницирует, у него с тобой какие-то отношения, что-то еще и так далее. Красивый, романтичный подход, я пока не очень в него верю, потому что мне кажется, что, конечно, цена и скорость доставки, особенно в российских реалиях, просто вот с этими протяженностями, в Америке они тоже. Это может быть проблемой, да, потому что, на самом деле, смотри, что ты сделала Shopify, у них там появился, то есть ты, чем хорош Shopify, тем, что ты, в принципе, операционку всю себя загружаешь. То есть ты не плачешь Амазону комиссию, а ты там выбираешь себе какой-то набор решений, включая логистических, которые у тебя, типа, плагин, плагин, интегривость, и все, ты об этом не думаешь. И вот что они относительно недавно сделали, они сейчас запускают очень прикольную тему, это интернациализация. У тебя есть, там, типа, 45 рынков, ты там чпок, и твой товар, типа, переведенные, там, карточки товаров, переведенное описание, логистика, комиссии, пересчитанные цены, валюта, вся эта хрень, извините, вот она у тебя раз магически и заработала. Ну, и у тебя, в принципе, сильно больше контрольное происходящее, нежели случаи с Амазоном, да. Поэтому у этой модели есть существенные преимущества, ну, и недостатки, конечно, тоже, но, как бы, кажется, что в условиях ценовой политики Амазона текущей, эти преимущества, они становятся все более, амазоновские преимущества, они становятся более-более блекрыми. Ну, по крайней мере, для части B2C-брендов, которым важно, там, сходить в маржинальность и продавать не только ценой. Да, да, сто процентов. Ну, в любом случае, никуда не денется тот постулат, что, друзья, нам нужно сохранять персональные данные клиентов. Для нас очень ценно персональное взаимодействие с клиентом, просто потому что это единственный способ ему допродать. Маркетплейс допродаст то, что выгодно маркетплейсу, а не то, что выгодно вам. В общем, если вы эту истину еще не слышали, а я уверен, что вы ее сто раз уже слышали, то, в общем, услышите сто первый раз. Слушай, скажи, пожалуйста, что касается автоматизации маркетинга. Первое. Кому сегодня нужны CDP-платформы и в чем ценность для бизнеса сегодня в CDP-платформе? Вроде как, если вот в целом на рынке, ну, люди, которые еще не собирают персональных данных клиентов, в общем, мы им уже сказали прописную истину. Ну, а вот те, кто уже собирают, чего им еще ждать, кроме триггерных цепочек от CDP-платформы? Если говорить про американский рынок, на что у меня сейчас больше всего фокус, это самый большой потенциал для следующего года. Ты смотришь на то, как сделать свою компанию прибыльной. Соответственно, чтобы сделать компанию прибыльной, тебе нужно увеличить доход, уменьшить расходы, да? Грубо говоря, если ты выбираешь централизованное решение вместо, там, десятка маркетинговых платформ, которые ты пользуешь сейчас, ты, там, типа, экономишь 100-200 штук в год просто сходу. Это первая история. Она не основная, но она, как бы, очень приятная, там, да? И 100-200 тысяч в год, там, просто тупо на custom acquisition – это много, даже для среднего ритейлера, там, да? Это первая история. Вторая история – здесь, в Штатах, люди очень чувствительны к уровню customer service. Вообще, в принципе, к customer journey, customer experience, всем этим штукам, да? И если, там, условно, ты спамишь людей элевантными скидками каждый день, а это, в принципе, половина здесь бендов делает, если не больше, там, да? Реально тупо через день и через два настройка по всей базе. Вот, если ты от этого дистанцируешься и что-то строишь лучшее, и, вот, собственно, эту персонализацию протягиваешь из e-mail на сайт, из сайта свой чекаут, из чекаута в доставку, из доставки в NPS, и замыкаешь круг, там, на отзывы на следующую покупку, и оно у тебя автоматизируется. У тебя, по сути, образуется гигантская конкурентная преимущество, из которой, там, 90% рынка скопировать не сможешь. Да, и у тебя получается, что вот эти вот разрозненные кусочки персонализации, типа e-mail, смс, сайт, там, еще какие-то кусочки, там, рекомендации, они начинают у тебя генерить синергетический эффект. Да, и ты, грубо говоря, вот получаешь существенный прирост, а самое главное, не копируемое конкурентное преимущество, которое, ну, типа, годик-два, я думаю, поживет. И поэтому, вот, я думаю, что роль CDP-платформ и, собственно, централизованных платформ автоматизации, она как раз здесь только-только начинается. Да, то есть, как мы наблюдали, и в России, похоже, была история, то есть, там, типа, 10 лет назад люди для себя открыли e-mail-рассылки. У-у-у, круто, отправьте e-mail, оказывается, кто-то купит, да? Вот в Америке, там, типа, 3 года назад люди открыли для себя смс-рассылки, такие, у-у-у, отправьте смс, кто-то купит. Потрясающе там, да? Да, это удивительно, на самом деле, друзья, но я тоже недавно узнал на выставке. Представьте себе, приходите на выставку, там, значит, один из центральных стендов, просто все светится, моргает, Лас-Вегас. То есть, подходишь, спрашиваешь, господи, наверное, люди какие-то, точно искусственный интеллект, точно какой-то, что-то про чат GPT придумали. Нет, смс-ки. Да. Клянусь, значит, огромные. Я не помню, а атентив называется, как компания называется? Атентив, да, это лидер по смс, они такие говорят, а вы знаете, что вы можете отправить смс своим пользователям? А еще, еще, уникальнейшая фича, просто побеждающая всех. Поп-ап для сбора телефонов. Бинго, все падают в оборот, такие, нам это нужно. Действительно, так, на самом деле, в Европе такая же штука. Ну, да, да, да. Это как бы maturity, да, то есть, вот следующий шаг, у людей в голове мысль поселится, или мы ее поселим, поможем поселить там, да, что, оказывается, ты можешь все смерзить, и вместо того, что спамить кастомер, это можно сделать как-то более осмысленно. Вот так оно и развивается. Ну, блин, это через обучение рынка, поэтому оно медленное. Ну, то есть, на самом деле, никакого нового слова с точки зрения развития автоматизации CDP нету, просто вот пенетрация этого знания, она еще не достигла. США, она прямо на зачаточном уровне. То есть, знаешь, вот были эти шутки, как про подростковый секс. Все говорят, никто не делает. У США-то ровно такое. То есть, ты заходишь в маркетинговую команду, ребята, какие у вас планы? Мы хотим Omni Channel персонализацию, LTV, б-б-б-б-б-б-б-б, 10 километров до него, как до Луны там. Реально, у них там балк компаний каждый день, больше ничего. Прикольно. А с точки зрения интеграции CDP-платформы и каналов рекламных, рекламных кабинетов, эта история, насколько, как ты видишь, как она развивается в России, как она развивается в США? Про Россию не знаю, просто не знаю. Сори, даже, ну, мне, к сожалению, нечего сказать. Было много интеграций, связанных с Гуглом, с какими-то запрещенными соцсетями, вот, на сегодняшний день, наверное, можно с ВКонтакте, там, ну... Наверное, можно. Наверное, можно. Слушай, когда я уходил, и когда, собственно, отключался от операционки в России, только-только начинали с этим экспериментировать, там были какие-то отдельные успехи, что сейчас, не знаю, вот, просто не знаю, там, да? Здесь, что это актуальная тема, люди начали делать потихонечку, там, да, но делать очень по-простому, например, на уровне, там, а давайте мы, там, исключим из ретаркетинга аудитории тех, кто уже купили, там, недавно. Точка, да, вот, типа, одна механика, все. Там разные беды, там, таргетироваться на подписчиков. Этим пока никто не занимается, то есть слишком сложно. Это делается в основном вручную, или, там, типа, раз в неделю прогружают данные, там, фейсбучик или что-то еще, и типа все. Мы пробовали делать тут несколько экспериментов, собственно, с look-alike аудиториями от разных клиентов, там, от лидов, от первичных покупок, там, от повторных, там, и самое крутое, что получилось, мы тут тупо СПО в два раза снизили. То есть кажется, что там есть, ну, опять же, вот, знаешь, можно сделать одну очень простую штуку и считать, что, типа, все, я здесь закончил, это будет, типа, 10% возможностей. А можно пилить дальше. И вот, собственно, мне кажется, что тут так же, как и с сайтом, с e-mail, со всем остальным, надо пилить дальше. Вроде как для этого теперь созрела потребность. Да-да-да, сто процентов. Слушай, а если говорить про программу лояльности, потому что, ну, в Майнбоксе я знаю, что этот модуль точно существует, я не знаю, существует ли он в Maestro. В Maestro, да, он существует. Существует. И расскажи, пожалуйста, вот твое отношение к программе лояльности, потому что у меня оно неоднозначное. Я не всегда до конца понимал, вот эта вот программа лояльности в плане списывалка-начислялка бонусов, ну, типа, чем она лучше или хуже промокодов. Я понимаю, что ты нам скажешь, что у вас она точно лучше, но просвети вот на тему твоего видения. Если ты говоришь чисто о e-commerce проекте, то по большому счету тебе, как бы, лояльность не нужна. У тебя примерно все покупатели авторизованы, ты до них можешь дотянуться, дать им какой-то персонализированный оффер, который они получат автоматически, как на сайт там придут, авторизуются или там посылки, что-то еще. Поэтому вся эта история с номерами карт, начислениями, списаниями, она как бы, ну, так себе, да, польза от нее относительно. Программа лояльности, она, по сути, сводится к двум вещам. Первый у тебя это лишний повод что-то человеку скоммуницировать, да, ну, не просто там у нас там самый лучший бренд с самыми лучшими штанами, а, да, вот какой-то еще там value, который там монетарный. И второй это способ подстроить твой value offering, ну, по сути, ценовой оффер под конкретный сегмент или под конкретного человека, до которого ты не можешь додолбиться обычным методом, да. Если это уходит в мобилку или в офлайн, там добавляется еще свой набор сложностей, потому что в офлайне нужно как-то людей авторизовать, причем авторизовать не один раз, а каждый раз, поэтому приходится делать какой-то публичный оффер, эй, вы все получите здесь скидку по, ну, там, предъявка, да, но ничего общего там с ростом выручки это не имеет, по сути, затратная часть, да. Поэтому, ну, как бы вот это способ прокоммуницировать, способ подтюнить value, а в офлайне это еще способ авторизовать людей. На мой взгляд, это примерно вся польза, которая существует от программ лояльности, ну, как бы и все. Плюс еще есть часть, которая почему-то в Америке относится к программу лояльности, это referrals. Да, то есть ты можешь получить какой-нибудь бенефит за то, что ты кого-нибудь пригласишь. И эта штука, она, ну, то есть, по сути, такой малый маркетинг, она вот реально работает, да, то есть в Штатах, как рефералки, вот такие, типа, позови другую, там, за промокод, очень важна, и там ей пользуются, у нее большое внимание, люди на это реально нитируются. И вторая история, это отзывы, да, то есть ты можешь как-то вознагражать кастомера за полезные для тебя действия, отзывы в социалках, отзывы на Trust Palette, там, что-то, оценки, там, голосовалки, рейтинги. И программа лояльности тебе, по сути, дает некий гибкий инструмент, как за это можно, там, вознаградить, не отправляя товар по посте, а там, как-то более гибко. Твой прогноз на следующий год, чего будет с e-com? Следующий год с e-com в США, я надеюсь, что он будет таким трансформационным, потому что, ну, мы все ожидаем, здесь начнется компания PAD, тех, которые были неспособны перестроить или построить эффективную бизнес-модель. Это будет означать, что от этого, наверное, выиграют все кастомеры, потому что с ними будут работать более профессиональные, более гибкие, более смыслные компании. И компании тоже, потому что это будет очень оздоравливающая история. То есть тебе не нужно будет конкурировать с дешевыми венчурными деньгами, и это не всегда полезная конкуренция. Вот, ты будешь конкурировать за то, за качество своей операционной, за качество своего продакшена, и, наверное, в этом пользу больше. Здорово. Иван, спасибо большое за время, которое ты нам сегодня уделил. В общем, перемыли мы косточки разным сегодня рынком, и это всегда весело и приятно в нашем уютном бложике про e-commerce. Вот такие вот футболки наши Digital Voice мы будем разыгрывать, потому что впереди у нас Новый год. Кстати, поздравляю тебя с наступающим. Когда вы увидите этот выпуск, он уже будет вот-вот-вот-вот-вот-вот. Поэтому вам обязательно нужно что сделать? Подписаться на наш канал, потому что каждую пятницу мы здесь общаемся с лидерами мира цифровой экономики и e-кома. Поставить лайк этому видео, если вам понравилось то, о чем мы сегодня наш Телеграм-канал, потому что там мы, собственно, вот эти вот классные футболочки будем разыгрывать и, собственно, вратии вам их отправлять в Америку. Ну, не знаю, можем, наверное, тоже отправить участвовать в главной. Иван, спасибо тебе большое. Желаем успехов. Будем с интересом наблюдать за развитием этого бизнеса. Ссылку в то, что будет в будущем CDB-платформ в Америке мы оставим в описании. Если вы пойдете, то есть. Да, спасибо тебе большое. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok